Доброе утро! Я думаю, что все, кто занимается сетевым маркетингом и хотят по-настоящему преуспеть, должны искать способы, какие-то варианты, чтобы стать мудрее, чтобы стать профессиональнее, чтобы стать умнее, чтобы стать сильнее, владеть какой-то информацией, которая помогала бы делать бизнес. MLM бизнес – это такое большое нечто, гораздо более широкое понятие, чем просто зарабатывание денег, просто бизнес. И связано это с тем, что мы делаем бизнес с людьми, только исключительно все построено на взаимоотношениях с людьми. А когда люди присутствуют, когда в процессе зарабатывания денег, то это выходит за рамки просто бизнеса. Здесь уже что-то такое большое и широкое. И поэтому без Бога, создателя людей, который знает, как все устроено у них в головах, в сердцах, в умах, обойтись трудно. Я уже много раз здесь говорил, что я не преуспевал до тех пор, пока не начал полагаться на Божьи помощи. И мудрость сосредоточена в Библии, знаю 100%. И я каждый день читаю для того, чтобы быть мудрее, сильнее, значимее, умнее и эффективнее. Я читаю слова, которые написаны Богом через своих людей. И вот книга-притч. Каждый день, каждый день. Одна из глав. Сегодня 26 число, значит 26 глава. Вот я ее прочитаю, а потом применительно к нашему бизнесу прокомментирую немножко. Читаю. Библия. Глава 26. Притч книги Соломонов. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслужное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у Хромова. И притча в уста глупцов. Тоже. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терм в руке пьяного, то притча в уста глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на болевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючек своих, а ленивец на постели своей. Ленивец пускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжжения ссоры. Слова наушника, как лакомство, и они входят вовнутрь чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенная уста и сердце злобное. Устами своим предваряется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в него, и кто покатит вверх камень, к тому он и воротится. Лживый язык ненавидит уизвляемых им, и льстивы уста готовят падение. Ну вот все из взаимоотношений с людьми. Первая часть, несколько стихов. Десять стихов, наверное, там двенадцать. Про глупость, так много про глупость. Сколько у нас глупых людей, не способных делать простые очевидные вещи, к сожалению. Почему? Потому что не знают Слово Божьего. Потому что они так научны. Потому что очевидные вещи не вошли в их ум. Глупость. Сколько бизнесов разрушено, судеб в нашем деле по глупости. Страшно вспомнить. Второе. То есть вот притча, если поразбирать внимательно про глупость, то ты поймешь, любой поймет, что не надо быть глупым. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Ну вот явный прямой совет, как вести себя с кандидатами в бизнес и с кандидатами в клиенты. Когда ты разговариваешь ему, а он говорит глупости явные, например, а сетевой маркетинг это пирамида незаконная, например, то не надо ему отвечать, если он несет глупости. Может быть объяснить ему, но если ты видишь, что он отвечает глупо, то не отвечай глупому по глупости его, чтобы не сделаться подобным ему. И чтобы он не стал мудрецом в глазах своих, отвечая ему таким образом. Если все внимательно разобрать и применить в себе, то все становится сразу ясным. Вторая часть, я бы сказал про бич, просто бич для нашего бизнеса. Про гордыню. Люди не преуспевают, не доходят до результатов, не получают успеха, потому что чрезмерно гордятся. Потому что начинают выпендриваться. Потому что ведут себя неадекватно в том смысле, что я все знаю, а я буду делать по-другому. А что ты меня учишь? А вот я придумал вот так. А я вот-вот. Каждый имеет право, но Бог гордым противится. Чего ты гордишься? У тебя нет денег. Спроси человека, который их зарабатывает реально и делает так же, как он. Научишься зарабатывать хотя бы столько, сколько он зарабатывает. Потом можешь сам придумывать что-нибудь. Я придумывал, еще не успел прийти в бизнес, а уже начал выдумывать, придумывать, и был просто глупцом. Потому что мне казалось, что я же взрослый, мне уже за 40 лет, и чего ты меня тут будешь учить, и я вообще капитан 10-го ранга, офицер и прочее. Вот. И тут и написано, написано, «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? Я считаю, в моих глазах я сам мудрый». Так на глупого надежды больше, чем на этого человека. Лучше с глупцом иметь дело, чем с человеком, который думает, что он все знает. Возгордился без оснований. Ну вот, про глупых, про гордых. А дальше, смотрите, ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Чего он так говорит, ленивец? Лев на дороге, лев на площадях. Чтоб никуда не идти. Страхи. У него, он лежит дома, ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. Так, конечно, когда он лежит, ни хрена не делает. он выдумывает себе всякие страхи, всякие опасения. На дороге лев, чего я пойду? Ему говорят, иди, сходи, возьми, там принеси, поешь хотя бы. Как я могу пойти, там лев на дороге? Выдумывает, чтобы оправдать свою лень. А вот они меня не хотят служить, а вот они меня не любят, вот у меня нет высшего образования, вот я некрасивая, вот я... Иди, мать тити! Вот лень. Это же бич сетевого бизнеса. И когда ты читаешь, ты начинаешь понять, дверь ворочается на крючек своих, а ленивец на постели своей. Руку до рта донести ему из чаши берет лень. О чем мы говорим? Позвонить человеку лень, чтобы денег заработать. Ну и еще проблема. Целая проблема же тут вот для нас. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Там, где люди, там обязательно ссоры, склоки, какие-то непонятки, взаимоотношения всякие разные, сложные. Это обязательно. Особенно... Хорошо мы сейчас в интернете работаем, да кито умудряемся скандалить. А когда в какой-нибудь офис там ходят, да разные параллельные группы, да этот гордый, этот тупой, этот ленивый, у этого такой статус, этот там сел, этот то взял, а этого не пустили. А вот начинается, почему вы не заплатили за офис, а я вот вам тут говорю, я старший, да ты не старший, я старший. И начинается всякая фигня. Так вот, здесь предупреждение, как вести себя. Наушничество, бегут, жалуются, клевещуты. Люди, потому что слова наушника, как лакомство, и они входят во внутреннее сочерево. Спонсор хорошо должен знать это. Я вот спонсор, и у меня есть организация большая, и люди, иногда я попадаю в ситуацию, когда мне говорят, Олег Ривич, а вот этот человек, он непорядочный, вот он такой, сякой, вот он только с виду кажется. Смотрите, какой, и я вспоминаю сразу 26 главу, предь, 22 стиха, написано, слова наушника, как лакомство, и они входят во внутреннее сочерево. Ты сам себя ловлю на мысли, что слушать про своего коллегу, неприятные вещи и не так уж и противно. Но это ужасно, потому что этот наушник, он опасен, потому что там, где, там написано, уголь для жара, где, вернее, где нет больше дров, огонь погасает, и где наушник, нет наушника, раздор утихает. Мы не попадали в жизни такие люди, которые только этим и занимались в сетевом бизнесе. Они приходили для того, чтобы создавать интриги, склоки, скандалы, настраивать друг против друга. И если я, как спонсор, не знаю, что слова наушника, как лакомство, и они входят во внутреннее сочерево, то весь бизнес может разрушиться. Просто ни из чего, ни из того, из-за какого-то урода одного, который с этим не может наладить обнажение, этому жалуется, на этого гадость говорит. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Все, кто поработал в сетевом маркетинге, к сожалению, знают, что там, где люди, там действительно. Вот мудрость. И когда ты это знаешь, ты видишь невооруженным глазом, видишь, что вот человек сейчас действует как наушник, а вот этот разжигает ссору, а вот этот ленив, нечего ему помогать. А вот этот вот глупец, глупец, потому что он не то, не сет. Ему говоришь, делай так, а он так. Ты ему говоришь, вот так надо делать, а он так делает. А вот этот самовлюбленный дядя, и ты не будь самовлюбленным. Чего ты возгордился? Занял какой-то там промежуточный статус, заработал свою жалкую тысячу долларов и возгордился? Чего ты возгордился? Чем ты лучший человек, который только вошел в бизнес? Короче говоря, когда читаешь притчи, Бог вкладывает в тебя, вкладывает в тебя, раз за разом, раз за разом, а завтра 27 глава. И начинается она. Не хвали завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. И так далее. 27 глава. Уже другие вещи, важнейшие. И вот так раз за разом, день за днем, день за днем, день за днем, пять минут занимает прочитать притчу. А ты уже знаешь, она как впечатывается. Как впечатывается. И ты напитываешься этим пропитываешься этим. И когда сталкиваешься с ситуацией, это вот слово, вот эти советы, вот эти рекомендации Божьи, они всплывают в тебе как бы. И у тебя на языке нужные слова. У тебя правильное решение. И ты принимаешь решения, которые ведут тебя не к неудаче, к успеху. Если вы серьезно хотите построить бизнес, то знайте, большие деньги там, где большая организация, где большая организация, там много людей, где много людей, там проблемы. И не знать, как управлять людьми, шансов никаких. Потому что ты все расстроишь. Потому что ты или возгордишься, или будешь вести себя как глупец, отвечая глупому по глупости его каждый раз. Или слушать наушников и разлагать изнутри свою собственную организацию, и все разрушать. Строишь, строишь, люди думают, что построить бизнес это набрать много людей. Но люди не болты, не гайки и не детали. Они начинают проявлять себя как люди. И не знать, как они устроены невозможно. А кто их создал? Всех нас. Бог. У кого надо справиться? У Бога. Я желаю вам удачи. Читайте председатель.